Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы будем с вами обсуждать одну из самых забытых машин в нашей игре. Она находится не где-то наверху, она находится практически внизу списка. Это коллекционный легкий танк третьего уровня Советского Союза ЛТП. Мало кто слышал вообще про данную машину и на сегодняшний день, ввиду того, что уровень неиграбельный, я больше чем уверен, что мало кто и увидит. Сегодня мы сделаем на него короткий обзорчик и обязательно выкатим его из ангара. И стоит также отметить, что машины этого уровня не являются популярными не потому, что они плохие, а потому что, к сожалению, на сегодняшний день все играют только на верхних левелах, ну а разработчики почему-то не делают ничего с тем, чтобы реанимировать машины нижних уровней. Машина обладает орудием от второго уровня, но это все условности. Здесь у нас в минуту урон 875 единиц, бодрое время перезарядки, как в принципе у всех песочных машин, в 4,5 секунды время сведения разброс друг другу потевречит, потому что если время сведения здесь очень классное, то разброс здесь просто ужасен. Что касается среднего урона, то всего лишь 65 единиц. Понятное дело, что даже на своем третьем уровне ЛТП похвастаться, по-честному нечем. Дело в том, что ЛТПшка, она странная до боли, прям до безобразия, и в первую очередь она странная тем, что вроде бы это легкий танк, но для своего третьего уровня она является забронированной машиной. Да-да, как бы смешно это ни звучало, здесь есть приведенка в верхнем бронелисте, целых 45 мм. Для тех ребят, которые играют исключительно на верхних левелах, эта цифра кажется смешной, и понятное дело, что у многих машин в корме брони больше, чем здесь, с учетом приведенки у этого малыша в верхнем бронелисте. Короче говоря, машинка, я бы сказал, такая себе, и входит в список, наверное, самых худших машин в этой игре, и не потому что на третьем уровне, а просто потому что абсолютно неиграбельная. 875 единиц по ДПМу, как вы видите, никого не удивляет на своем даже третьем уровне. По пробитию 84, это единственный хороший действительно показатель у машины по сравнению с другими. С ним могут сравниться только БТСВ и Т-127. Что касается всего остального, здесь баланс какой-то такой странный. Вроде бы и вашим, а вроде бы и нашим, а вроде бы и вообще никому. Вот, как видите, сведение, которое хуже, чем практически у всех на левеле. Только Type 98 Киньоцу где-то там нервно курит в стороне и говорит, ё-моё, я же вроде бы самая крутая машина на уровне. Но нет, ребят, далеко не самая крутая. Ну и здесь ещё тот же самый БТ-7. Но опять-таки, всё зависит от того, как его применять. И, возможно, сведение на нём даже лучше играется, чем на нашем сегодняшнем герое. Что касается скорости, машина особой подвижностью не отличается. Хотя это лёгкие танки, огромное количество машин на уровне, опять-таки, преобладают в данном показателе над нашим товарищем. Ну и 167% по доходности, это прям фармер-фармище. Если вдруг вам надо накосить огромное количество серебра, то, понятное дело, что идите на третий левел и там играйте. Ну, если, правда, сможете туда зайти. Процент по победам даже обсуждать не буду. Машину катало трое игроков. Я не знаю тех счастливцев, которые им обладают. Возможно, это те ребята, у которых есть пресс-аккаунт. И они решили просто, чисто ради фана, попытаться зайти на третий левел, там, на пару каток. Но факт остаётся фактом. Машина не пользуется популярностью, да и, в принципе, мало у кого есть в ангарах. Ну что, друзья, давайте возьмём тачку, попытаемся зайти в бой. Я, правда, не знаю, сколько времени это займёт. Но сделаю всё возможное, чтобы пересилить себя и дождаться начала боя. Более 10 минут понадобилось для того, чтобы попасть в этот бой. Я делаю это специально для вас, потому что хочу показать вам что-то, чего вы навряд ли найдёте на других каналах. Чего вы навряд ли увидите своими глазами, потому что, ну, крайне сомневаюсь в том, что вы будете пытаться зайти в бои на третий уровень. И уж тем более будете там рассматривать какие-то машинки, которые заходят вместе с вами в виде ваших союзников, либо в виде ваших соперников. Если вы видите танки такими же, как вижу их я, если вы далеки от стандартных шаблонов мышления, навешанных другими каналами, с рассказами о том, что жизнь царит исключительно на верхних левелах, друзья мои, нам однозначно по пути, а значит, это самый лучший повод для того, чтобы подписаться на мой канал, поддерживать его в развитии. На сегодняшний день на канале уже порядка тысячи видеообзоров на разную технику. Я снимаю не только про песок, не переживайте. Там есть актуальные новости, там есть актуальные машины, там есть обзоры новых машин, которые только появляются в игре, там есть предложения магазина. Короче говоря, там есть всё, всё, что может заинтересовать танкиста, но только гораздо больше, чем на стандартизированных каналах, которые пропагандируют исключительно стандартные подходы к зацену этой игры. Я люблю эту игру всей душой и посвятил ей целых 9 лет своей жизни, и я считаю, что она что-то большее, чем просто погоня за статистикой. Ну а возвращаясь к нашему герою, как вы видите, машина не сильно бодрая по подвижности, не очень точная по орудию, крайне не альфовая по настрелу. Короче говоря, ребят, это танчик ни о чём. К сожалению, к сожалению ни о чём, хотя все задатки в своё время у него были, и когда его, я помню, вводили в игру, эта машинка потенциально должна была порадовать. Что меня сейчас очень сильно расстраивает, так это то, что данный бой для меня сейчас очень быстро закончится, и навряд ли мы сможем покататься ещё в одной катке, потому что зайти туда, ну прям очень, очень много времени и моральных усилий стоит. В то же время, ребят, хоть что-то посмотреть мы смогли, и, как вы видите, наш герой сегодняшний, абсолютно неиграбельный на своём уровне. Да, он может немножко пострелять, да, он может немножко пофанить, но особых результатов даже на своём третьем уровне вы не получите. Есть машинки на третьем уровне гораздо бодрее, хотя, чё я вам об этом рассказываю, если вы всё равно, скорее всего, туда не будете пытаться попасть. Да я вас понимаю. Если вы хотите, чтобы это изменилось, пишите об этом. Пишите об этом во всех сетях, под всеми видео, которые вы смотрите. Дайте знать разработчикам по поводу того, что есть люди, которым не безразлична судьба песочных танков, которым не безразлична судьба игры, и которые не согласны с политикой того, что игру превратили в существование исключительно нескольких верхних уровней, а про нижние уровни забыли. Мне крайне грустно думать по поводу того, что все машины нижних уровней, которые выставляются на продажу разработчиками, покупаются игроками исключительно для того, чтобы их потом продать. Я бы хотел, чтобы я, как игрок, имел возможность зайти на любой уровень, и вне зависимости от того, на какой машинке я буду играть, или против каких соперников, буду получать удовольствие от этого в первую очередь, а не гоняться за какими-то конкретными показателями. Вот такой вот он, ЛТП, и покупать или не покупать вопрос даже не стоит, потому что его навряд ли будут продавать. Ну а если будут продавать, то его необходимо приобрести, и ни в коем случае не продавать, просто как память истории. Дань памяти данной машине, которая когда-то бодро бегала по картам, ну а на сегодняшний день, навряд ли кто-то может о ней вспомнить, ну а, как я уже сказал, огромное количество игроков даже не подозревают о его существовании. Смотрим на результаты боя, подбивать итоги мы не будем. Целых 300 единиц нанесенного урона, что касается нашего фарма, то с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт, мы получаем с вами целых 10 тысяч серебром, а значит есть чем поживиться, в минус мы не упали, ну и в нашей команде занимаем гордое среднее место. Да, вот такая вот она машина, никогда не могла больше, но потенциально все от нее ожидали чего-то интересного, когда разработчики ее презентовали. Вот такой вот ЛТП, подписывайтесь на канал, если вас интересуют обзоры не только на верхние уровни, а и что-нибудь новенькое, интересненькое, либо узнать то, о чем вы никогда не знали. Мира вам, друзья мои, огромное спасибо за просмотр, и обязательно спокойствие. До встречи в новых видео. Пока-пока.